Здравствуйте, ФРТСВ продолжают новости. В студии работает Алена Чернявская. Сегодня президент Вадим Красносельский с рабочей инспекции приехал в Бендеры. В городе идет активное строительство, скверы, жилые дома, кадетский корпус. Везде сейчас трудятся строители. В Бендерах президент первым делом побывал в крепости. Это учебный центр Министерства обороны. С весны в военном городке построили боксы для техники, сейчас ремонтируют солдатскую столовую. Закончить все планируют к осени. Глава МВД показывает свои объекты. Основной – республиканский кадетский корпус. В этом году на ремонт из фонда КОВ вложений выделили 4,5 миллиона рублей. Ремонтируют теплотрассу, меняют оборудование в котельной. Президент отметил, кадетский корпус давно нуждался во внимании. Этот год осваивайте то, что есть, 4 миллиона, то, что деньги немалые. А вот и следующий год, тогда включайте все работы внутреннего содержания – полы, сантехника. За 18 лет здесь прошли обучение больше четырех сотен ребят. В сентябре впервые начнут учиться девочки. 20 девочек мы набираем с возраста 14 лет. Потому что до 14 лет нет смысла, они мамины еще. В рамках президентской программы доступного жилья восстанавливают пятиэтажку по Кишиневской на 60 квартир. Президент предложил организовать ЖСК на базе еще двух пустующих пятиэтажных корпусов, бывших общежитий по Индустриальной. К строительству там приступят в следующем году. В совместно с МВД получается у вас хорошо, делаете кооператив. И на что касается дороги, это мы уже поможем. Президент посетил Бендерский оконный комбинат. Предприятие получило льготный кредит из фонда Госрезерва. Заброшенные цеха бывшей хлопко-предельной фабрики переоборудовали, закупили современную технику и работают. Еще один производственный объект, который посетил сегодня Вадим Красносельский – это муниципальное предприятие по производству тротуарной плитки. Бендерские коммунальщики сами полностью обеспечивают выполнение всех городских программ по благоустройству. Президент увидел, как идут ремонты социальных объектов. В Бендерском центре матери и ребенка завершают капремонт педиатрического стационара, приводят в порядок фасад и территорию. Клуб спортивной реабилитации для людей с ограниченными возможностями расширяется. Сейчас здесь уже занимаются настольным теннисом, пауэрлифтингом, играют в дартс, со временем планируют проводить международные соревнования. Открытие второй очереди спортклуба ожидает в сентябре. Вот эту вещь надо популяризировать, потому что не все еще лиц с ограниченными возможностями понимают, что лиц сдаются в такие условия. Сейчас строится в террасху или большой объект, строится в Бандерах, в Дубусарах. Я думаю, люди к этому привыкнут, оценят и, конечно, будут пользоваться. Для президента устроили пробный запуск фонтана в сквере у городского кинотеатра. Чашу недавно отремонтировали, заменили трубы, сделали подсветку. На новых дорожках скоро появятся скамейки. В какое-то время вообще из сферы интересов люди не приходили. Здесь было темно, страшно. Я думаю, после этого ситуация поменяется. Сейчас это будет такое тоже хорошее место для отдыха. В сквере у кинотеатра можно будет кататься на велосипедах. Снова откроется и старейший в городе теннисный корт. Обновленный сквер станет подарком бендерчанам ко дню города. Инна Сочелка, ТСВ.